Спустился в легкий вес и теперь могу вернуться, но это все часть нашей игры. А еще болельщики уверены, что Хабиб Тони, этот поединок просто обязан состояться, без этого тоже никуда. Фергюсон все понимает, он ждет свой шанс и вот что говорит. Позже я готов поколотить всех в полусреднем дивизионе, но сейчас самый важный бой для меня это Хабиб. Дай мне сюда этот пояс, мне интересен супер бой с Коннором, но прежде всего я хочу подраться с победителем поединка Хабиб Парье. Конечно, готовы на замену выйти, если кто-то получит травму, вот такой у него настрой. Думаю, что никто не слетит с поединка, но как говорят, от травм никто не застрахован, так что все может быть. Ну а заявление Фергюсона, что он готов выйти на замену, все взяли себе на заметку. Герой последних дней Бен Аскрен сейчас раздает интервью. Уже побывал у журналиста Ариэля Хельвани, много чего рассказал о своих ощущениях, о поддержке и наоборот о словах недоброжелателей. Рассказал, что очнувшись догадался, что установил какой-то рекорд. И что нравится в его словах, ребят, так это то, что нет никаких отговорок. Он признает, что наговорил лишнего и это все, что сейчас он получает, это заслуженно. Но некоторые болельщики уже перебарщивают, начали писать в инстаграм аккаунт жены Бена и пишут там, как вы могли догадаться, непожелания, счастья и здоровья. Твой муж еще жив? Бен все еще не в себе? Гласят комментарии под семейной фотографией. Бен Аскрен пока никак не комментировал выпады в адрес своей семьи. Кто-то даже пошутил, что это Масвидаль пишет с разных аккаунтов, но если серьезно, я думаю, что это уже перебор. Ребят, согласны? Переходим к следующей новости. Наверное, последний человек, чьи слова сейчас хотел бы слышать Аскрен, это Колби Ковингтон. Ну куда же без него? Он сейчас, не сказать, что очень доволен, но явно в приподнятом настроении. Давайте послушаем, что он наговорил. Сейчас у Аскрена 0-2 в UFC с двумя нокаутами в первом раунде. Он должен отправиться назад в Азию. Давайте будем честны, Сиэм Панк провел в октагоне больше времени, и у него на два поражения нокаута меньше, чем у Аскрена. Все мы поняли, что Аскрену здесь не место, он переоценен. Я всегда говорил об этом, заявил Колби Ковингтон. Сразу же у болельщиков возник вопрос, а что если свести Масвидаля с Ковингтоном, чтобы тот тоже получил свое? Интересная идея, но есть одно но. Вряд ли это получится. Масвидаля и Колби друзья, и они тренируются вместе. Следующий поединок самого Ковингтона состоится 3 августа в мейн-ивенте UFC on ESPN 5. Соперником его станет экс-чемпион Робби Лоулер, и это тоже будет интересно. Пишите, что думаете, как вам видос, и если понравился, то поставьте лайк, мне будет приятно. И до скорого.